Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии. И сегодня будем читать девятую главу этой книги. Содержание этой главы описывается так. Десятый день седьмого месяца, который находился между праздником труп и праздником кущей, был назначен днем искупления. И у нас нет оснований сомневаться в том, что он религиозно соблюдался, хотя об этом не говорится. Но в данной главе описывается назначенный по определенному поводу пост, который совершался ровно через две недели. В связи с нынешним положением дел, как и предыдущий пост, это был день смирения. Есть время плакать и время смеяться. И здесь описывается, как совершался этот пост, какие молитвы при этом возносились. Это общее содержание девятой главы. А теперь мы будем работать с текстом. И мы читаем. Вот нам тоже для того, чтобы пережить национальное и личное покаяние, надо отделиться от всего инородного. В данном случае речь идет не о других этнических группах, а о инородных. То есть это то, что противоречит нашим вероубеждениям. Когда время покаяния, мы должны оставлять все то, что противоречит нашим вероубеждениям. Это надо делать и в обычные дни, но с особым усердием, а во дни покаяния и поста. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Мы видим, что они разделили сутки, четверть дня читали из закона Божия, потому что закон Божий, как сказано в Новом Завете, это зеркало, подходя к которому мы можем рассмотреть свое состояние. Четверть дня исповедовались, то есть они шли к священникам и исповедовали свои грехи. Тогда это делалось так. Человек в присутствии священника возлагал руки свои на жертву и произносил свои грехи. Иногда священник помогал такому человеку и перечислял грехи. И четверть поклонялись Господу Богу своему. Можно предположить, что только оставшиеся четверть они отдыхали. И стали на возвышенное место левитов, здесь перечисляются имена этих левитов, и громко взывали Господу Богу своему. То есть они это делали громко не потому, что Бог может что-то не расслышать. Конечно, это не так. Чтобы эти слова, они дошли бы до ушей молящихся, обычных верующих людей. И отразившись как бы уже, отразившись от их сердец, возносились бы как бы и от их имени. И сказали левиты, дальше перечисляются их имена, «Встаньте, славьте Господа Бога вашего, они говорят это народу, от века и до века, то есть от поколения к поколению». То есть собрались перед ними люди разных поколений. «Да, словословие достославное и превышее всякого словословия и хвалы имя Твое». И далее идет покаянная молитва иудеев. Она наполнена глубоким смыслом. Это достаточно большой текст. Вы можете самостоятельно с ним ознакомиться. Это 6 стиха и до 37 стиха. Но мы прочитаем один из отрывков этой покаянной молитвы. С 27 по 31. «И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их». Здесь речь идет о том, что Господь иногда попускал своему народу оказаться в руках врагов. Но для чего? «Но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их». Имеется в виду, наверное, прежде всего, судьи еврейского народа, великие герои, которые совершали спасение. «Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом твоим, и ты отдавал их в руки неприятелей их, и они, то есть неприятели, господствовали над ними. Но когда они опять взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек». Вот это уточнение, что мы можем жить заповедями и уставами, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорными, и шею свою держали упруго и не слушали. То есть пока мы слушаем Господа, исполняем Его волю, Он нас защищает. Когда мы этого не делаем, Он отдает нас в руки наших врагов. Врагом человека может быть не только какой-то соседний народ, соседнее племя, но это может быть какая-то эпидемия, какие-то неприятности, какие-то природные катаклизмы, перемены в мире природы, которые плачевно сказываются на жизни людей. И Господь все это попускает с одной целью, чтобы мы вернулись к Нему через покаяние и молитву. «Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали, и Ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты – Бог благий и милостивый». То есть даже наказывая нас, Господь проявляет свое милосердие. Я рекомендую вам самостоятельно эту молитву прочитать. И окончание 9 главы, это 38 стих, здесь сказано, по всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. То есть после этой большой покаянной молитвы все эти люди даже составили как бы некий документ, как бы некий договор наподобие брачного договора, что они отныне дают обязательство исполнять волю Бога и с твердым решением и ставится печать всех князей Сарим, князья – это Сарим, всех левитов и священников, когенов. И это очень важно, когда в народе есть единодушие между светской властью, князьями и духовными властями, левитами и священниками. При таком единодушии народ может пережить подлинное раскаяние. Итак, сегодня мы сделали обзор девятой главы книги «Наимия». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор десятой главы этой книги. Берегите себя, спасибо Господь! Не забывайте подписываться на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Продолжение следует...